Привет! Сегодня я вам покажу в действии отпариватель для одежды фирмы LUM. И что же он делает? Он эффективно выводит пятна, очищает поверхности и скафеля, и стекла, и также у него направленный поток горячего пара 98 градусов. Оттенок вот такой вот сливовый. Конечно же, в коробке шел мерный стаканчик. Сейчас я вам тоже его покажу. Ну, конечно, я уже воду залила, и хочу показать вам вторую насадку, которую также легко можно одеть на сам аппарат, и, соответственно, можно будет чистить уже мебель и, скорее всего, определенного вида ткани. И давайте взглянем, как же он выглядит. Сразу хочу сказать, что он от тока идет, да, то есть работает он от розетки. Это не беспроводной отпариватель. Цвет сейчас камера передает фактически правильно. Это такой сливовый оттенок, вот такая вот щеточка. И, конечно, здесь уже налита вода. Я взяла ее из фильтра. И давайте попробуем посмотреть, как он действует. Ну, куртка, конечно, у меня уже постирана, и отчасти я ее, уже, скажем так, воспользовавшись данным прибором, отпарила немножко, но не до конца. Камера немножко, видите, да, уходит в желтизну, но постараюсь вам показать. И давайте начнем. Нажимаем кнопочку. Сейчас у нас начнется процесс вскипания воды. Вообще не рекомендуется наливать больше, чем 200 мл, вы видите. И начнет идти пар. Действие данного прибора строго в вертикальном положении. И, конечно же, нельзя его ни наклонять, ничего с ним делать нельзя. Так, хочу вам просто показать, как вскипает вода и идет пар. И мы сейчас с вами посмотрим. Также в коробке был гарантийный талон. Естественно, там нет никакой информации, да, никаких печати подписей, но, скорее всего, что вы можете им воспользоваться. Покупала я данный прибор на сайте беру.ру. Можно также получить кэшбэк, покупая на этом сайте. Я вам также попозже чуть-чуть расскажу. И сейчас вода уже начинает вскипать. Начнется процесс бурления. И заявленное время работы данного прибора 20 минут. Честно говоря, я не проверяла, но сейчас постараюсь это сделать. Также мне интересно проверить данный прибор не только на куртке пуховой, но также и на хлопковой рубашке. Поэтому курточку я, конечно, попробую немножко, скажем так, отпарить. Не знаю, насколько будет это видно на камере, но попробуем с вами посмотреть конкретный процесс на рубашке. И давайте посмотрим. Вода пошла кипеть. И пошел уже пар. Не знаю, вы наверняка уже это видите. И давайте попробуем отпарить. Ну, конечно, стираю вещи. Я стираю данную куртку в стиральной машине. Соответственно, пользуюсь специальным шампунем для пуховых вещей. Там тоже нужно соблюдать определенные меры предосторожности. В том плане, что при определенном градусе нужно проводить стирку. Ну, сейчас на данный момент вещи, кстати, не портятся. То есть данное устройство позволяет выводить пятна. Ну, сейчас уже не видно на том рукаве, где были пятна. Но вот на этом рукаве с этой стороны были пятна. Вот здесь вот. В прошлый раз я отпарила данным отпаривателем. И удивительно, но их, они исчезли. То есть даже стирка не дала такого эффекта. Только данный утюжок, я бы даже сказала. Ну, вы видите, да, эффективность, в принципе, она есть. Не знаю, насколько прям вот 100% видно на камеру. Но пух, в общем-то, начинает расправляться, да, приходить в форму. Ну, конечно, есть подтеки воды у данного устройства. Ну, в общем-то, это тоже нормально. В общем-то, вот такой вот формат. И давайте попробуем все-таки испробовать это устройство на рубашке. Очень аккуратно держим пар. И сейчас в кадре вы видите рубашку. Попробуем ее отпарить. Рубашка у нас из хлопка. Эффект должен быть как от утюжка. Ну, вот мы сейчас и проверим. Собственно, так ли это? Хочу сказать, что да. Я сейчас постараюсь все это сделать. Я думаю, что вы видите разницу между вот этой стороной и вот этой вот. Ну, давайте попробуем фактически. Надеюсь, вам видно. Просто не очень удобно это делать на весу. Но вы видите, насколько данный утюжок справляется со своей задачей. То есть тем людям, кто не любит гладить свои вещи, а это я вообще никогда ничего не глажу, то данный утюжок просто спасение. Посмотрите. Посмотрите. Ну, видна разница на самом деле. Конечно, может быть не до конца, просто не очень удобно, но разница есть. И она очевидная. Ну, давайте попробуем здесь расправить. Пар очень горячий, поэтому нужно быть предельно аккуратным. Собственно, вот таким вот образом работает наш утюжок. И, конечно, это очень радует, потому что всего лишь меньше двух минут занимает процесс иглажки данной рубашки. Посмотрите. Ну, я думаю, что вы разницу видите все равно, да, потому что, конечно, вот эти места тоже щепетильные. Мы такие на любой рубашке, что на мужской, что на женской. Вот таким вот образом мы и отглаживаем нашу рубашечку. Ну, в общем-то, разница есть. Я думаю, что вы видите. Конечно, это не стопроцентная глажка, да. Просто возможно добиться такого результата, но если держать или повесить на нормальную поверхность данную рубашку, просто не очень удобно это делать на весу. Так что вот так вот. Просто когда ты одной рукой держишь, не очень удобно, конечно, но факт есть факт. Я думаю, что вы сейчас видите разницу. Она присутствует. Ну, вот таким вот образом выглядит наша рубашечка. Сейчас я ее повешу. И опять же хочу вам показать, что у нас с вами вода еще кипит, но я выключаю наш отпариватель. Из розетки на данный момент выключать его не стоит. И он должен обязательно остыть. После чего вы только сможете открыть крышку, естественно, и вылить оставшуюся жидкость. Так что вот такой вот вариант утюжка идеальный в наше время. Особенно, опять же, повторюсь, для тех, кто не любит утюги. Ну и сейчас я постараюсь вам показать, конечно, камера не очень хорошо показывает. Но вы можете видеть разницу между правой стороной в данном случае и вот этой. То есть, смотрите, она реально идеально гладкая. Она не влажная. Единственное, что здесь есть пятна от воды. Нужно просто определенное количество секунд держать. То есть вы можете видеть разницу действительно между одной стороной рубашки и другой стороной. И, конечно, это идеальный вариант. Так что если кто себе присматривал такой вот утюжок, отпариватель, то присмотритесь, наверняка вас заинтересует. Ну что ж, всем отличных выходных. Всем пока.